Всем большой привет! Меня зовут Наталина и сегодня мы с вами будем тестировать очередную странную штуку, все как я люблю. Это называется Makeup Bullet, то есть пуля, спонж. Я видела достаточно давно, ну больше нескольких месяцев назад, как это тестировали американские блогеры, что это такое. И я сейчас буду смывать вот этот тон, поэтому мы игнорируем ситуацию, потому что я уже очень много времени провела с макияжем. В общем, здесь есть несколько спонжей, они все одинакового размера и подразумевается, что этим очень удобно работать, ну то есть вы надеваете, короче говоря, спонж на палец и наносите таким образом тональный крем, то есть это что-то типа бьюти-блендера, который надевается на палец. Мне здесь спонжи прислал сайт qbeauty.ru и вы знаете этот сайт, потому что они представляют WDOMG маски и смотрите, это новая штука, ну это просто прикол, конечно. Вот эти, помните, огромные розовые банты на голову? Это новинка, это вот такая вот штука хочу тоже сейчас надеть. Надеюсь, у меня все получится. Сейчас я смою макияж и мы с вами сразу будем приступать к нанесению тонального крема этой пулей. Сюда, иди. Итак, я намочила, но не в чае, правда в своем, но просто в воде намочила эту пулю и посмотрите, насколько она больше стала, ну почти в два раза больше, чем сухая пуля. Вот если сухая налезает прям еле-еле и прям неприятные это ощущение, но вот сухие бьюти-блендеры я тоже не люблю трогать, то влажная она становится прям такая прикольненькая. Мы с вами сейчас попробуем нанести тональный крем и растушевать консилер. Тональный крем я буду наносить Лора Мерсье, его разрекламировал американский блогер Тати. И, собственно, я хочу его тоже потестировать, я его уже два или три раза наносила, но мне нужно больше тестов. Итак, попробуем разное нанесение. Я сначала нанесу просто на спонж, хотя я так никогда не делаю, я обычно всегда наношу на кожу, а уже потом на... Потом уже растушевываю спонжем. Ну, пока ощущения реально такие же, как от бьюти-блендера. Видите, я уже так зажимаю, потому что таким образом, ну, мне реально не очень удобно, потому что как-то... Ну, во-первых, у меня длинный ноготь, давайте-ка я попробую вот этим пальцем, вот, вот так вот лучше. Потому что длинный ноготь, я чувствую давление на кончик, и мне это не очень приятно. Все равно хочется зафиксировать каким-то образом этот спонж, то есть я вот таким образом это делаю. Короче, вы видите, да, что произошло? Здесь вот что удобно, тонкий достаточно кончик, и, в принципе, если, ну, поймать, да, вот, грубо говоря, ощущение этого спонжа, то им, ну, достаточно удобно, хотя у бьюти-блендера тоже примерно такой же кончик. И давайте посмотрим, как он нам растушует консилер. Я наношу свой любимый тарт. Так, ладно, все, я сдаюсь. Ну, в общем и целом, растушевывает он неплохо. Итак, на сайте qbeauty.ru комплект из трех спонжей стоит 1990 рублей, а один такой спонж стоит 990 рублей. При том, что бьюти-блендер стоит где-то 1700 рублей без скидки, но в Ильдеботе и в других, по-моему, сетевых магазинах, я не видела, правда, больше нигде, по-моему, только в Ильдеботе они есть, они стоят, ну, еще за минусом скидки 25%. Что я могу сказать по поводу этого, товарищ? Я реально не вижу смысла вот в таком вот нанесении, кроме как, вот, знаете, просто ради прикола, потому что мне вот с длинными ногтями так неудобно вообще, когда без ногтей я просто не чувствую того контроля, который я ощущаю с бьюти-блендером, потому что все равно вот, ну, как-то вот таким вот образом, да, ну, таким образом получается то же самое, что и бьюти-блендер. У меня здесь есть вот мой грязненький, которым я только что тоже пользовалась недавно. В зоне под глазами, например, да, я еще видела, бывают плоские такого плана спонжи, типа должно быть удобнее, но мне и бьюти-блендером абсолютно нормально сюда подлезать, и я, честно скажу, я не вижу ни одного преимущества вот этой штуки перед бьюти-блендером, да, бьюти-блендер стоит дороже, но, честно сказать, вот мое мнение, что сделайте себе одолжение и купите себе бьюти-блендер, потому что это по материалу прям вот такое ощущение, что то же самое. Я никогда еще не пробовала таких похожих штучек по текстуре, именно особенно вот черный бьюти-блендер, прям вот вообще один в один, потому что обычно эти аналоги, они, ну, прям такие фиговые. Это очень близко по текстуре, но это и очень близко по цене, ну, потому что 990 рублей и там 1400, да, за спонж. Бьюти-блендер мне служит очень долго, главное его мыть хорошо, промывать и быстро, да, чтобы он не портился. Это, то есть, если мы говорим с вами о технических характеристиках, да, да, это хорошо растушевывать, да, это крутой материал, но удобная ли эта форма? Нет. Мне вот она вообще неудобная. Сейчас я попробую извратиться. Господи, смотрите, что я делаю. Я пытаюсь вытянуть это на два пальца. То есть, это ни в коем случае не лучше, чем бьюти-блендер, это не его замена, и вот честно, я даже не знаю, для чего еще, кроме того, чтобы снять какое-то ютуб-видео, можно это купить. Поэтому для меня это пас, самостоятельно я бы это не купила, и все-таки я бы рекомендовала, если вы ищете бьюти-спонж, присмотреться к оригинальному бьюти-блендеру, потому что за много-много лет я не нашла ничего, что выполняло бы функцию нанесения тона настолько хорошо. Я надеюсь, что это видео вам было полезным и интересным. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайк, а то я вас могу спонжем, видите, через экран чуть-чуть застрелить. Но я это не буду делать. Мы же с вами друзья. В общем, мы с вами скоро увидимся. Спасибо вам большое за просмотр, и всем пока!